Друзья, здравствуйте. Я знаю, вы любите, когда мы поднимаем с архива что-либо, вот вашему вниманию. Простое название. Сотрудник банка Траст напоролась на юридическую организацию и с ней разговаривает специалист. Неожиданный результат для нее. Слушаем. Алло, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Национального банка Траст, департамент подозрения задолженности. Леонидовна, можно к телефону пригласить? К телефону ее пригласить не получится, потому что она далеко от нас. Вы дозволили себя в юридическую организацию. А вы не подскажете информацию по поводу ее оплаты в банке? Вы ничего не знаете, скорее всего? Нет, я все полностью знаю, потому что она, наш клиент, обратилась к нам за юридической защитой и намерена решить вот эти вот затруднения с банком. С помощью закона. У нее трудная финансовая ситуация. Пусть она свяжется с нами, или вы, может быть... Я полностью могу принимать информацию, передавать ей, если это потребуется. Более того... Нам не нужно лично с ней поговорить, вот в чем вопрос. Ну, понимаете, мы с вами наверняка понимаем цель вашего разговора, склонить ее на оплату, несмотря ни на что. Она не может платить, платить не будет. И в самое ближайшее время до вас уже наверняка дошли письма, которые... или дойдут... В которых написано, описана вся ее сложившаяся ситуация, и все предложения от нее вы, в свою очередь, тоже можете отправить корреспонденту. Вы, я так понимаю, вы являетесь юристом, или вы просто диспетчер, отвечающий на телефон? Я юрист. Ну, а почему же вы тогда не знаете условия ее кредитного договора? Вы не ознакомливались с ними? Ну, я на этот вопрос, Саша, спокойно могу ответить. Она у нас не единственная, клиенты далеко не единственные. Сейчас у меня под руками нет никакого кредитного договора. Ну, в этом договоре указано, что она все риски берет на себя. Какие? А вы что, просите рецентаризацию в письме? Что вы сказали про риски? Вы утверждаете, что любой договор может противоречить действующему законодательству. Конституция Российской Федерации дает человеку право игнорировать вот это выдуманное банком предложение. Берет все риски на себя. В основном все риски берет на себя не потребитель, а представитель услуги. Вот та сторона юридических отношений. Риски связаны с применением ее обстоятельств. Если вы, допустим, в письме описываете сложные обстоятельства, то есть, допустим, клиент потерял работу, в таком случае, в таком случае, в таком положении... Мы это все опишем и сошлемся на пункты закона. Мы не пишем эмоциональные письма. Мы пишем письма совершенно проверенные, которые работают в итоге в персональном формате и в суде. Получим письмо, дадим вам ответ. Что? Получим письмо, дадим вам ответ. Конечно, а как по-другому? Официальная переписка подразумевает вообще решение любых вопросов. Вы понимаете, что это официальная переписка, если Алина Леонидовна сидит, грубо говоря, если там с тем... нарожаться деловым языком, время, да? Время, да. А за это время читают штрафные санкции, понимаете? Ну, 333-ю статью никто не отменял. А в банке нет, вот в чем вопрос. Ну, у нас есть. Увторизацию банк не предоставляет. Ну, это банк не представляет, а государство, закон совершенно спокойно к этому относится. И 333-ю статью, которая позволяет списать любые неустойки до минимума, а именно до ставки рефинансирования, существующие на данный момент, никто не отменял. Вы же про штрафы говорите. Ну, основная сумма долга не погашена. Я про штрафы даже не говорю ничего. Ну, основную сумму долга, вы же коммерческая структура. Мы у вас запросим выписку расширенную. Если вы нам ее не предоставите, мы подадим в банк иск об быстрее бывание. Мы ее предоставим, почему нет? Значит, вы очень хороший банк, если вы предоставляете выписку. Но хотя траст этим не грешит. Траст вообще никаких документов не предоставляет нашим клиентам. И нам, мы вынуждены через суд истребовать документы. Получив выписку, наши специалисты посчитают, что на самом деле человек заплатил. Она предъявит нам чеки. Мы это все сверим. Потом посмотрим те комиссии, которые вы неправометно нам, собственно говоря, насчитали. Платежи незаконные, такие как страховки, комиссии за выдачу кредита. Незаконные. Комиссии за выдачу не занимаются. Страховка, с ней согласен клиент, есть подпись в документе. Ну, мы, я сейчас не пытаюсь это обсуждать с вами. Суде нам эту страховку вернут, будьте уверены. Суде нам ее засчитают в счет. Это уже вопрос страховой компании. Конечно, она пока разница. Ладно, я вас поняла. Информацию, пожалуйста, Алине Леонидовне передайте. Пусть свяжетесь с банком Траст. Всего доброго, до свидания. До свидания. Да, ну вот так вот в двух словах, если где этот банк Траст. Я вот недавно в Санкт-Петербурге был, где центральный офис банка Траст. Понимаете, очень грустное зрелище я наблюдал. Стоит офис застекленный, все как вот положено модно в банках. Тут же написано даже Траст. Там пустота, сторож какой-то гуляет. И вокруг траншея выкопана. То есть, к нему можно подойти, только сломав как минимум одну ногу. Вот. И такая действительно вот удручающая картина в отношении банка Траст во многих местах. То есть, по большому счету, где он этот банк Траст? Остались только звонки взыскателей. И все. Ну, давайте так. Ну, революция в этом отношении произошла. Потому что все-таки банк Траст вел рискованную кредитную политику. Вы знаете, даже я где-то читал, слышал. Если кому-то попадется, скиньте мне ссылку. Что Брюс Уиллис, да. Они одно время активно очень, значит, спекулировали его физиономией. И он подал в суд на них. В том числе на серьезную сумму. И свою лепту внес в то, чтобы банк обанкротился. Ну, вот, знаете, такая информация не стопроцентная. Как говорится, за что купил, за то продаю. Если попадется вам, пожалуйста, пришлите. Я потом в общем доступе поделюсь со всеми. Ну, а если к делу, что называется. Тут, в принципе, была продемонстрирована работа юристов. Да, у нас колл-центр работает. Мы так долго не разговариваем с ними. Там вопрос просто ставится. Кто? Алло, банк? Да, да, здравствуйте. Мы представляем ее интересы. Его интересы. Что? Все в письмах написано. Если будут вопросы, получите письма. Пишите. То есть, устный формат общения мы игнорируем. То есть, мы на них время долго не тратим. Это вот я, когда у меня есть возможность, как вы понимаете, взять трубку и для вас подготовить контент. Поэтому, собственно говоря, у меня есть действительно и желание, и возможность, и кураж, так называемый, пообщаться с сотрудниками банка. Везет немногим. У нас до тысячи звонков в сутки поступает. Ну, вот, я могу в любой момент взять, поговорить, чтобы и вас порадовать. Здесь, по большому счету, было все изложено, как мы работаем в досудебном формате. Кому нужны подробности, как устроена работа компании Алям. В описании этого ролика ныряйте. Там ссылочка на наш сайт www.liam.ru. И на сайте выложено видео, инструкция, алгоритм работы кредитных юристов. Все подробно, о чем почем, сколько стоит для тех, кто хочет встать под юридическую защиту и, наконец-таки, разобраться в законном формате со всеми своими кредитными, скажем так, проблемами. Для нас это давно-давно не проблема, это обычные задачи, которые нам ставят клиенты, и мы совершенно спокойно их решаем, эти задачи. Ну, если, скажем, по-простому, по-человечески, то от вас лайк, подписка, если вы еще не подписались на наш канал. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, кстати говоря. Ссылочка на группу в описании этого ролика, до любого другого ролика есть все это, то, что я сейчас говорю. Ну и поделитесь, пожалуйста, в соцсетях информацией о нашем канале. В описании, под каждым роликом есть слово поделиться, нажимаете, там лента социальных сетей выходит, и вы там выбираете ту сеть, где вы зарегистрированы, передаете информацию просто. И все на этом, как говорится, как можно больше людей будут знать о том, что происходит на самом деле. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Кузнецов Дмитрий, руководитель компании АЛИАМ, Центра юридической защиты. Всего вам хорошего, счастья, здоровья, финансового благополучия и морального спокойствия. До свидания, друзья.